28 червеня с 9 и до 16 годин будет перекрытый рух транспорта на участку челуночного переезда по Чаусской шаши у Могилёве. Это связано с ремонтными работами, в связи с чем руха автобуса у номер 26 и 46, а так само маршрутных такси номер 26 и 36 будет организованы у объезд закрытого участка. У Могилёве на скрыжевании в улице Шмидта-Астровского услуб урезался «Опель». Водитель с места аварии утёк и у сёгэта на вачах десятков светков. На счастье, в этом ДТЗ никто не потерпел. По словах инспекторов, да и виноватого аварии находился у стане алкогольного опьянения. Водитель, кажуть, видовольцы поворошил налево и вылетел с дороги на тротуар непосредственно на пешеходный переход. Это счастье, кажуть инспекторы, что в той момент там не было людей. Машину спынила светловая опора. У этого ДТЗ десятки светков. Четырёх боков скрыжевания при пынке громадского транспорта, на яких стояли люди. Я собирался переходить на зелёный свет, астровского, потом на ящину, на ящину. И машина резко так выворачивала, прям астровая. Люди на остановке стояли, все так раз, ну, кто на светофоре, отошли. Ну и водитель вышел, подошли бы, я, женщина и мужчина, подошли, спрашивали, медицинская помощь надо? Нет, не надо. Ну, ровно, немножко было, вышел и пошёл к дворам. Кажут же, юридичной мовой, Кирота с местной ДТЗ утёк, кинул машину на скрыжевании. На пошуки водителя кинулися и супрацовники ДАИ. Затримали порушальника, каля его дома. Водитель, почему вы покинули место ДТП? Не знаю, а о чём вы вообще говорите вообще. Вы видели, что я был за рулем машины? Вон, 100%. Это водитель, который сидит у нас в автомобиле. 100%? Водитель автомобиля обили, да? 120%. Стан водителя выкликал у супрацовников ДАИ подозрения, затриманного повезли у наркодиспансера на огляд. По слову инспектору, ДАИ алкодестор показал у выдыхаемом поветре мужчины полторы промиле. На водителя склали некальки протоколов. Его чекаем по спавлению правов и великий штраф. Далее Ильинич, Новиниргьюн.